В эфире Народное славянское радио. 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 Получается, что никаких лекарств вам не нужно. Это природа. А ещё вышла книжка «Фрактальная медицина». Ну, сейчас у тебя много видов. Я подумал, ну а что, я что ли хуже всех остальных? Я так назвал фрактальную медицину. В переводе на русский язык «нарушение закона природы – болезнь». Не нужно нарушать природу. Природа, я имею в виду, вся Вселенная. Потому что Земля – это живой организм. Мы не только живём здесь, на этой Земле. 1 декабря 2014 года в Доме учёных я читал лекцию. Послушайте. Основные законы физического тела, вот этого, данного нам во временное польза на планете Земля. Я 4 часа, меня там не отпускали. И все получили ответ на все вопросы, какие их волновало. 10 марта я буду читать там лекцию «Духовность и здоровье». Ещё более уже законченная, завершённая работа, касающаяся взаимосвязи человека со Вселенной. И кто наш папа-мама? Это, получается, комплексный взгляд на жизнь. Не просто так физиология одна, а именно комплексный взгляд. Вот вернуться, если к книге «Медицина здоровья» и «Космическая медицина земной». В первую очередь, получается, это надо врачам изучить, которые пытаются лечить людей, и при этом вообще ничего не понимают. Это о том, как устроен человек. Их на трупах там научили резать что-то там. Всё правильно. Там систему, которой меня тоже учили. Но я сегодня, меня пригласили в 3-й саммазологический институт, студентам 5-6-го курса, прочитать лекцию. Это было лет 10 назад. В шок был. Профессора возмутились, я подрываю их авторитет. А молодёжь буквально с вот такими открытыми глазами слушали. И, а что нам делать? Всё правильно. Физиологи им говорят, фармакологи говорят, хирургии осваивают, различную специальность им осваивают. Но они кончают институт, ещё нужна ординатура. Вот я сегодня связан с одним ординатором. Семья у него. Кончил он 5 лет, 2 года ординатуры, 6900 рублей получает. Что это такое? Это в Москве? В Москве, да. И причём, что же получается? Что врачи не знают вот этой взаимосвязи. Я это различаю из специалистов следующие. Первое. Это ремесленник. Он кончил институт, ещё ничего не знает. Начинает жить, работать по какой-то специальности. Он становится специалистом. Но специалист – это человек, который выполняет вот свою работу. А что такое профессия? Профессионал. А это уже человек, который, как мой учитель один говорил, нужно знать ширше и глубже свою специальность. Как она взаимодействует с другими органами, системами, и чтобы ваша специальность исчезла? Ну, вы всё, наверное, слышали. Я написал книгу «Пути избавления от болезней», в книге написано, которых нет. Гипертония – диабет. Ну, нету гипертонической болезни, но ведь институты созданы. И все врачи знают, что гипертония, она связана с тем, что 40 различных симптомов, различных заболеваний органов вызывает повышение кровяного давления. «Значит, такой заболеваний нету. Но я в книге написал, что сделать, чтобы за 2-3 недели вот эта гипертония исчезла вместе с лекарствами. У меня в Кирове работает оздоровительный центр. Три недели специальной методики. Гипертонии уже на 10-12 дней нет, лекарства уходят в прошлое. Кое-что остаётся. Но мы учим человека, если вы хотите быть здоровым, делайте вот это, вот это, вот это. Вот и всё. Но я подрываю авторитет. Вы же представляете, каких направлений науки? То же самое в отношении диабета. Это сложное заболевание, никто не говорит. Здесь режим играет очень большую роль. Но ребёнок, не успев родиться, его сразу сушают на инсулярный аппарат, на инсулин. Ну как это называется? Я сейчас готовлю книгу «Исповедь диабетика». Диабет в моей системе Балашика, вот здесь, я создал 5 лет назад систему, которую закрыли, потому что это как бельмо. Здесь, на глазах у ведущих специалистов Миндрава, закрыли. Там была больная, которая пришла, уже сажали её на инсулин. Уже отношение диабетическое, так называемое, появляется стопа. Проблемы с глазом. Через полгода диабета-то нету. Вот сегодня на этой истории я буду писать, о ней я писал в разных книгах. Теперь напишу «Исповедь диабетика». Элементарное правило, по которым нужно жить. Ну а диабета нужно избавляться не тогда, когда вы родились, а когда ещё мама вас ещё не родила, но нарушает элементарные вещи, которые потом оказываются. Это не значит наследственность, предрасположенность – да. Но если выполнять все условия, которые там есть, то диабет, который сегодня фактически становится как эпидемия, а к 30-му году каждый второй, третий будет страдать диабетом, это уже принимается как норма. Но ведь норма – это человек, который социально уже не работает. Он же выключен из этой среды, всё время следить, какой же это его работник. И самое главное – его опичкают или картами, а эффективность от этого, извините, диабетологи это прекрасно знают. Вот поэтому книга «Медицина здоровья», там в том числе и о диабете, о инсульте, инфарктах, конкретно написано, что каждый из людей, живущих на Земле, должен знать. А если вы всё нарушаете, если вы ничего не знаете, как работает эта, кажется, внешне простая, но это серьёзнейшая, сложная система, которую мы должны очищать периодически, это мы называем «зашлакованность», а на это никто не обращает внимания. Цивилизация настолько сегодня дошла, что уже скоро генномодифицированы все эти продукты, мы будем кушать. И, кстати, есть вот этот, по уже науке, в Академии наук, один академик курирует, представитель в американской компании, которая создаёт генномодифицированные продукты. И недавно он выступает и говорит, а ничего страшного нет. Но это же мимо замедленного действия с отравляющими веществами, которые не проверены, не доказаны, что в последующем это не скажешь, что на тех же детях. Это заявляет академик Большой Академии наук России. Как это понимать? И вот поэтому в этой книге ответ на вот такие, кажется, простые вопросы. Но каждый, кто сегодня хоть немного думает о своём здоровье, прочитает и будет выполнять. Потому что здоровье, когда есть, вы любые тяготы можете воспринимать уже не так, как больной человек. А он сегодня никому не нужен в той системе здравоохранения, которая сегодня есть. Вы бываете в поликлиниках, особенно в больницах. Вы уже убедились, что такое больной человек. Вы уже переходите на самообслуживание. И даже появляется уже всё больше статей, что этим будут отвечать не государственная система, а частная. Хотя вы платите налоги, и той страховкой вы должны быть обеспечены. И в соответствии с Конституцией, 41 статьёй. Всё обеспечено бесплатно, на федеральном и региональном уровне. А что получается, ответ вы сами найдёте. Как хорошо, что я в поликлинике не хожу уже много лет. Вот я сейчас смотрю оглавление книги «Медицина здоровья». Здесь воде посвящено... Ну, понятно, что перед этим идёт жить долго, рассказывается активно, без дряхтости, без болезней, создание космической медицины, дальше кислотно-щелочные равновесия, окислительно-восстановительный потенциал, и дальше вода. И воде посвящается почти 40 страниц. Это, можно так это назвать, прорыв для понимания человека, что вода – это основа здоровой жизни. Причём, не просто вода из лужи, а ещё же вода должна быть специально подготовленной, наверное. Ну, вот смотри, два дня назад академик выступает и говорит, «Да что вы помешались на воде? Ну, пейте сколько вам хочется, ничего страшного нет». Это академик, врач по образованию. Если б можно было вот через аккаунт телевизора, ну, сделать кое-что с этим академик, честно говоря, я бы сделал. Он элементарно не знает, что наша кровь – это 98% воды. И ради поддержания этой воды в крови работает вся система. Она отбирает из кожи, и из лимфы, и из мышь, и из кишечника, потому что там очень много у нас внутри полостной жидкости, и международная ещё вода, для того, чтобы поддержать вот это кислотно-щёлочное равновесие и количество воды. А вы пьёте мало, а выделяете полтора литра минимум. С воздухом, с потом, передняя и задняя часть, полтора литра тратится на биохимические и энергетические процессы. Ясно вам? Конечно, конечно. Ещё когда Ломоносов говорил, сколько убавилось, столько должно прибавиться. Правильно. Потому что по Малинину-Буренину, сколько убыло, столько прибыло. Особенно с возрастом. Ко мне приходят пациенты. Утром в стаканчик чай, в обед, вечером. Чего там? Пол-литра. Максимум один литр. Но пол-литра-то не хватает? А что происходит с кровью? Она начинает загустевать. Воды-то нету. Промыть клетки нечем. А густая кровь – это нагрузка на сердце. Сердце проталкивает, усиливает её работа. Это всё равно, как воздушный шарик. Вот он нормальный. Вы начинаете раздувать, а стенка-то его утончается. Здесь у сердца то же самое. Стенка приличная. А тут она раздуваясь, уменьшается. Инфаркт, инфаркт у вас в кармане. А теперь кровь, которая прошла туда вниз. А её нужно поднять вверх. А вверх есть специальная система. Там клапаны в вене. А клапан находится в мышцах. А мышцы у вас плохо работают. Но вы на работу, и то ездите метро, автобусом, мало двигаетесь, мало шевелитесь. И медленно-постепенно тонус этих мышц ослабевает. Эти насосы уже не могут полностью поднять оттуда кровь. Да ещё сердце из-за этой вязкости крови не может обеспечить оттуда достаточной силы. Отсюда гипертония в том числе. Отсюда идти кризис. И вот теперь посмотрите, что происходит в ногах. Пришло 100 кубиков крови, оттуда ушло 95-90. Маленький застой. Вечером отёки. Утром прошли. Потом побольше. Потом такие прожилочки появляются. То есть вены не справляются, включаются уже малые вены. А потом вены уже опухают. А потом называется это так называемая веная невенозная недостаточность. Врачи начинают оперировать. Что вы оперироваете? А потом начинают терапические язвы. А потом отёки, которые уже справляются, не можно справиться с организмом. Что делают врачи? Говорят, воды не пейте. У вас и так много воды. Ну простите, это же дикость. Это не вода, это метаболическая вода. Это грязь. А у меня книжка «Вода». Оказывается, если вы пьёте чистую воду, а не ту кислотную, которая течёт в водопроводном кране, а чистая вода, это за которой птички летают на север, это PH 8,8,5 высокий. Да, а у нас 7,4. А вы пьёте воду 6,5, и вам продают в магазинах, никто не пишет, какая PH. Вас дурят и обманывают, деньги от вас берут. Вы превращаетесь в эту разменную монету. Я писал, я говорил. Почему разрешают продавать такую воду? Она чистая, но она грязная с точки зрения PH среды. Так вот теперь посмотрите, что происходит с этими отёками. Врачи говорят, не пейте воды. Ну нету воды. А у меня в воде крупными буквами написаны более лучшие, более надёжнейшие системы, чем препятствовать отёку или исправлению отёков, это является вода. Вы пейте её, промывайте. Вот та жидкость, которая уходит, клетка начинает купаться в этой чистейшей щелочной воде, потому что мы всё-таки щелочные животные. Вот то, что касается воды. Теперь то, что касается чая. Вот у меня задают вопрос, а как чай будет? Ну зелёный. Я говорю, в Средней Азии зелёный чай. Пожалуйста, вопросов нет. Но когда он крепкий чай, не прийди Господь кофе. Всё. Это начало вашего заболевания. Почему? В клетке есть мембрана. Тончающее вещество. Она воду пропускает в клетку только чисто. Она фильтрует то, что вы получили кайф от того же кофе. Она фильтрует, а туда поступает только вода. А всё то, что тут вы получили удовольствие, там такой вред. Вы наносите организм, что трудно себе представить. Теперь смотрите в отношении кофе. Кофе пьют маленькими чашечками. Это сильнейший тоник, это сильнейшее наркотическое средство. И тот, кто принимает это кофе, в два-три раза чаще страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но большей частью эти кофе балдеют, ещё и закуривают сигареты, папиросы. Особенно мадамы. А у них сердечно-сосудистые системы немножко слабее, чем у мужчин. И что ж получается? А получается, что вместо двух-трёх уже 4-6% чаще сердечно-сосудистые заболевания. Но самое страшное, что от этого кофе человек, ну, активность увеличивается, сна нету. А как правило, это 8-9 часов после работы сидят, отдыхают, гударят, кто чего что. А оказывается, есть такой гормон мелатонин. Это шишковидная железа, эпифиз, центральная система, управляющая всей гормональной системой организма. Она вырабатывает мелатонин. Мелатонин – это гормон роста. Если вы пьёте кофе, то тогда мелатонин перестаёт работать. Вы полностью его глушите. Сегодня, завтра, послезавтра. И ещё, если вы принимаете вот так вечером. А мелатонин начинает работать с 11-12 ночи до 5-6 часов утра. Это гормон роста. Мы растём только во времена ночи. Это работоспособность. Это кровяное давление. Это все жизненные процессы. Это именно работает вот этот гормон. А вы его, простите, с помощью чего? Кофе. И, кстати, кофе натощать пить ведь нельзя. Кофе – это тот же мясной бульон. А для мясного бульона нужна повышенная соляная кислота. А если у вас кислотность повышенная, значит, вы усиливаете этот процесс. Язва желудка, 12-14 мешки вам обеспечена. Вам это надо? Говорят, а как же пить? Вот растворимый кофе есть. Ну, это чуть-чуть поменьше только вреда, чем то кофе, который есть. Но все равно вы приучаетесь, привыкаете. Рано или поздно вы потом начинаете понимать, что крепкий кофе – ой, получше. Усталости нет, расслабленность. Но мелатонин исчезает. Отсюда последствия этого приема. То есть, что теперь нет? Наркотическая зависимость. Вот смотрите, в доме, что мы не часто, но иногда, берем 100 грамм семечек подсолнечной ядерши, а не с крупой, и 100 грамм кофе. И на блендере мы все это смешиваем. Однородная масса. И 2-3 чайных ложки на стакан, причем не кипятка. Запомните, кипяток – это бредное вещество. Потому что вода – это сложная энергодемкая система. И когда вы кипятите воду, и все, что в ней содержится, там фактически зафиксируется. И чтобы вода начала нормально работать, надо раскурочить вот эту зафиксированную ионную содержимое. И чтобы она проникла в клетки, оказала удобный эффект. Сейчас очень умно поступают чайники, такие есть, пища, 60-78 градусов. Они выключаются. Вода должна быть горячая. Особенно для соды, там растворяется. А потом вы осудите до того, чтобы вам не обжечься, и принимаете, и кушаете. Так вот, когда эти семечки с кофе вы один к одному, 100 грамм того-другого размешаете, и вкусный, и полезный. И фактически там происходит, ну, не нейтрализация, запах кофе остается. Но вреда чуть-чуть. Ну, почему бы не использовать, если уж так любить этот кофе. Но вам никто нигде это не делает. Потому что это нужно возиться, а здесь нагрели, быстро размешали. А этот, да еще вы кипяток, вон там еще обжигаетесь, и вы хлебаете. Так в этом медицине здоровья, я об этом подробно пишу. Вы сами себе роете ту яму, возле которой, выходя в больницы, вас привезли как кучком к этой системе. Все, вы попались, и теперь вы оттуда уже не выйдете. После этих лекарств, которые ядовитые, я считаю, ну, вы будете жить. Но причины заболевания-то остаются. И поэтому в книге, которая написана «Медицина, здоровье от космического врача», я считаю, что вот за эти три месяца человек начинает понимать, что лекарство не спасение. Это нарушение банальных природных, кстати, травки, пожалуйста. Овощи, фрукты, салаты или там винегреты, пожалуйста. Ну, зачем все остальное? Единственное, когда говорят, вы что, против всех лекарств? Нет. Есть срочные. Когда, извините, нужно оказывать, тут уже не до жизни. Это пожар. Я не отрицаю, все это нужно. Но 90%-то лекарств, извините, медодон в стыке работает. Единственное лекарство, которое, я же говорил, что я довольно скромный человек, за что удостоен государственной премии, называется Фенебуд. В космонавтике стрессы не переведи Господь. Ну, представляете, ему нужно выйти в открытый космос, открывается люк, там такая веревка есть фау, и вот он выплывает, там нужно, извините, это под тобой бездна. Как переживать? И переживают. Оказывается, ни одного лекарства в мире, я уже не говорю, Советский Союз, не было, чтобы снимать эту стрессу, работоспособность была такая, какая и надо. Я за 4 месяца, за 4 года своими специалистами разработал Фенебуд. Это единственная лекарство, достойная государственной премии. И вот космонавты, когда выходят в открытый нафер, перед надеванием скафандра, одна таблетка выходит, и потом один мне сказал, ну, он повысит, ощущение такое, что мы вышли гулять по нефтному проспекту, а работоспособность на 30-40% стрессу, независимо от характера, нормализует состояние, на 30-40% повышается работоспособность, и 8 часов он работает, занимается, как будто он вышел действительно на прогулку. Так это лекарство, в том числе, работает при любом стрессе. Боитесь, вы идите, там, сдавать экзамен, где-то на выступательной конференции, выясняете сложные взаимоотношения. Вы приняли таблетку, у нас в институте, у космонавта называется таблетки ковра. Нас начальник всегда, в понедельник была 5-минутка, вдруг среду вызывает, значит, какой-то прокол, или тебя кто-то заложил. Я таблетку всегда в кармане, выпил, прихожу, там до потолка все поднимаются, мне как-то все до фини, ну, как до лампочки. Я совершенно спокоюсь, спрашиваю, а что уж умите? Это все вопрос решается. Потом уже директор института. Что вы так себя ведете, Олег Георгиевич? А у меня в кармане фиги будут. Мне через час нужно ехать. Олег говорит, тихо, вот вам конвалюта, сейчас, пока вы доедете до министра, или кого-то, а нужно, вы на этой конференции или заседании будете, как будто вы самый умный человек, все остальные дураки. Хорошо, давайте. Это называется фенибуты. Только покупайте арийского производства. Сейчас уже вот этот дженерик. Уже в России мои бывшие подчиненные кое-что схемичили, но не сделали. Фенибут, тот, который вложен и получили авторское свидетельство. А олайн-фарм Рига, это то, что вам надо. И этот работает, но он немножко послабеет. Только на ночь не принимайте. Это единственный дневной термокализатор в мире. Ночью, если вы хотите работать, пожалуйста, но если вы вечером в 7-8 часов приняли, ночь спать не будете. Это вы запомните. Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова